Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно объемный, поэтому я не буду его перечитывать полностью, буду его читать и давать комментарии. Прежде чем начать, я хотел бы сказать, что я его уже прочитал, и у меня есть такое ощущение, что, да, как сказал мой коллега, один из ответивших вам, дело не столько в музе-абьюзере, который, может быть, не абьюзровался, а дело здесь заключается в том, что у вас есть проблемы с личными границами, и, вероятно, проблемы с выражением собственных чувств, потому что то, что вы ссоритесь, да, то, что вы обращаетесь со своими чувствами, ссорами, это, конечно, свидетельствует о том, что вы достаточно поверхностно, скажем так, замечаете то, что с вами происходит, в том числе. Вот. Потому что есть в отношениях третьи лица, с одной стороны, и есть некоторая ваша, получается, склонность к тому, чтобы сводить свою роль к одной, то есть искусственно как бы себя ограничивать, искусственно ограничивать восприятие себя самой, и искусственно ограничивать восприятие вас другими людьми. В частности, муж видит вас только свою жену, а родители видят вас только свою дочь. И на первый взгляд вы можете сказать, что, ну, а как они меня должны видеть? На мой взгляд, видеть они вас должны еще и личность, еще и человека, еще и, скажем так, субъекта выбора, да, и, естественно, что никто априори не будет вас это видеть, особенно родители. Вам необходимо самой демонстрировать то, что вы таковой являетесь. Если вы этого не демонстрируете, то к вам будут относиться исключительно воспринимая ту роль, которая удобна. Итак, с мужем на грани развода из-за квартиры. Ну, совершенно очевидно, что дело здесь не в квартире. Совершенно очевидно, что дело здесь в ваших отношениях. Мы живем вместе уже 12 лет, из них 8 лет в браке. Это хорошо, что вы живете вместе 12 лет. Но мой вопрос немножечко заключается в другом. Что между вами общего? Между вами и вашим мужем, что общего? Я довольно часто задаю этот вопрос парам, которые, которые, ну, обращаются с конфликтом. Вот. И почти всегда этот вопрос вызывает определенные затруднения. Что между вами общего? Что вас объединяет, что вас связывает, есть ли у вас какие-то общие цели? Причем говоря, общие я имею в виду именно общие в смысле того, чтобы, например, и вы, и ваш муж их разделяли. Чтобы было ощущение альянса, чтобы было ощущение кооперации. Если этого нет, то, в общем-то, можно говорить о достаточно хрупкой структуре отношений, о достаточно хрупком, скажем так, союзе. Вот. Если можно так выразиться, да? Вот. Поэтому, безусловно, я вам здесь сочувствую. Я сочувствую тому, что происходит. Но. Пожалуй, что. Мне хочется обратить ваше внимание на отсутствие или наличие того, что вас объединяет. А если этого нет, то есть, если вас ничего не объединяет, если вас ничего не связывает, то, конечно, будут довольно серьезные проблемы. Будут довольно серьезные трудности, вот, на которые вам, ну, так или иначе, получается, придется обратить свое внимание. Придется, что называется, это заметить. Придется, что называется, с этим считаться, скажем, ну, скажем так, да? Вот. Дальше. Есть маленький ребенок, три года. Пишите вы. И, опять же, здесь, на мой взгляд, возникает следующий вопрос. Значение ребенка. Каково оно, это значение ребенка? Что ребенок значит для вас? Что ребенок значит для мужчины? Для вашего мужа. Понимаете, да? Это все очень-очень важно. Потому что ребенок не является чем-то абстрактным, скажем так. Ребенок это очень, как вам сказать, очень важная фигура в системе семейных отношений. И, если этому, то есть, ребенку не придается, опять же, опять же, должного значения, то это просто означает проблему. Дальше. Начиналось все у нас замечательно. Через несколько месяцев съехались в мою квартиру. Точнее, в квартиру моих родителей. Ну, вот здесь такой возникает вопрос. Что значит, что значит замечательно все начиналось? То есть, что вы имеете в виду, говоря, что все начиналось замечательно? Это замечательно, это как? Вот я бы, наверное, так бы спросил, да? Вот. Ваше такое вот высказывание, что все было замечательно. То есть, нет ли здесь, скажем так, идеализации? Вот. Нет ли здесь идеализации? Потому что, если идеализация присутствует, да, то ее важно увидеть. Что такое идеализация в данном случае? Идеализация в данном случае представляет из себя некое такое, получается, центрирование на чем-то одном. В данном случае может быть на чем-то только, допустим, ну, на чем-то только позитивном. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Значит, съехались в мою квартиру, точнее, в квартиру моих родителей. Да? То есть, тут вот уже есть такая вот, получается, особенность, что вы съезжаетесь в квартиру ваших родителей. Не в свою квартиру, да, а в квартиру родителей. Тем самым становясь, как бы, получается, зависимой от родителей. Вот. Можно ли говорить однозначно, что это что-то плохое? Нет. Говорить однозначно о том, что это что-то плохое, пожалуй, не... Пожалуй, не... Пожалуй, не... Пожалуй, нельзя. Вот. Ну, прям говорить о том, что это что-то плохое. Нельзя говорить. Но. А ведь... С родителями... Могут быть... Могут быть разные отношения. У кого-то они, эти отношения хорошие, а у кого-то нет. И, соответственно, нужно в данном случае смотреть, хорошие ли у вас отношения с вашими родителями. Если да, то какие они, эти отношения? Если они хорошие, а если нет, то в чем проблема? И, вот, ну, пожалуй, на что бы я обратил внимание, это... Не делаете ли вы, не оказываете ли вы себе медвежью услугу... Как раз, вот, тем, что он... Ну, вот... Переезжаете, да, в... В квартиру своих родителей. Ну, вот. Это очень важный момент. В данном случае. Мои родители одобряли это, но, конечно, хотели, чтобы мы поскорее расписались. Мне, как любой девочке, тоже этого хотелось. Ну, во-первых, эээ... Причем, причем здесь ваши родители. Это первое. Да? То есть, каким образом родители... Ну, то есть, эээ... Это же... Эээ... Это же ва... Ваше... Отношение. Да? Это же... Ва... Ваше, как бы... Ммм... Жизнь. Вот. Причем здесь то, что хотели ваши родители. В данном случае это я бы сказал. Не совсем понятно и не совсем очевидно. Эээ... Не сложно увидеть, что вы так же... Эээ... Как бы... Эээ... Свою ответственность... Эээ... Себя снимаете за то, что хотите быстрее расписаться. Вот. Вы говорите мне, как и любой девочке, там, и так далее. Ну, не любая девушка... Эээ... Хочется расписаться. Вот. Давайте, эээ... Вот, пожалуй... Эээ... Ну, скажем так... Эээ... Начнем... Да? Эээ... С... С... Эээ... Не каждой девушке... Эээ... Эээ... Расписываться. Не каждая девушка в этом заинтересована, в том, чтобы расписываться. А если... Эээ... 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 Спешите. Эээ... Мне так показ seventh... По крайней мере. Что вы спешите. Эээээ... Эээээм... Спешите. Ээээ... Эээ... Эээээ... Ээээ... Спешите жить место. Эээээ... 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 Он вообще не отторопился, я его устраивал жить в полностью обустроенной квартире, коммуналку оплачивали мои родители. Но если случилось так, что вот такие условия образовались для вас и для молодого человека, то почему бы ему действительно не довольствоваться этим? Ведь эти условия, они по факту были созданы. Вот, понимаете, да? Тут какой момент есть. То есть вообще никто не заставлял съезжаться быстрее? Так мы прожили два года, да? Опять же, хотели вы так жить, не хотели, что вас объединяло. Потом, когда мы решили подать заявление в ЗАГС, то именно в этот день его папа забрал к себе на подработку, он ему не отказал. Но опять же, понимаете, есть у меня, вот есть у меня такое ощущение, Я могу, конечно, быть неправ, вот, но есть у меня такое ощущение, что Значимость, значение подачи заявления в ЗАГС у вас разное. Как будто бы, как будто бы для вашего мужчины это означает одно, А для вас это как будто бы означает другое. Понимаете, да? Какая история. Дальше папа, значит, забрал его на подработку. Ну, когда вы говорите, что забрал на подработку, это, конечно, вызывает вопрос. Человека нельзя просто взять и забрать. Значит, ваш муж, либо не может отказать своим родителям, своему папе, то есть он получается такой вот, в этом плане нет самостоятельности. И это не плохо. Это такова реальность. Реальность такова, что человек не отделился от родителей. И дело здесь не в том, чтобы его переделывать, а в том, чтобы посмотреть, а могу ли я с этим жить? А как я с этим обращаюсь? Это был уже не первый раз, когда он ставил на первое место кого-то другого, я должна была подождать. Ну, с одной стороны, в жизни бывает действительно, что приходится ставить кого-то на первое место. И если отношения доверительные, то это не является проблемой. Для уверенного в себе человека не является проблемой подождать. Это не что-то такое, как бы, критичное. С другой стороны, если вас это задевает, то об этом, конечно, необходимо говорить. И вот в данном случае мне непонятно, говорите ли вы об этом. Если говорите, то как? На каком языке? То есть, как вы обращаетесь с этим? Вы говорите, это было не первый раз. Что было тогда, в той ситуации, когда это случилось впервые. Как вы отреагировали на эту ситуацию, когда это случилось впервые? Обсудили ли вы это с мужем? Не обсуждали ли вы это с мужем? Это все. Большой вопрос. Было ли принято какое-то решение? Или вы ждали, что человек все поймет и больше поступать так не будет? Условно говоря, как хороший такой мальчик. Понимаете, да? То есть, иными словами, тут есть разные моменты, разные нюансы. Это все имеет большое значение. Это все имеет серьезное значение. Если мы говорим, опять же, о структуре ваших взаимодействий. О структуре ваших отношений. Мои родители тоже решили, что я для него просто игрушка. Опять же, при чем здесь родители? Его или ваши? Отношения строите вы. Вы выстраиваете отношения. Причем здесь, ну, в принципе, чьи-то родители. То есть, есть ощущение, да? Есть такое ощущение. Что вы, как бы, как бы, не самостоятельно. Есть ощущение, что вы не самостоятельно принимаете решение. А общаетесь с мужчиной, как бы, это вот, такой, ключевой момент. Как бы, посредством ваших родителей. Что не является чем-то хорошим. В итоге, я очень сильно обиделся и выгнал его из квартиры. Понимаете, как это выглядит? Что ваши родители вас накрутили. А вы, не имея доверительных отношений с своим мужчиной, просто поддались этому импульсу. Он на это тоже очень сильно обиделся. Да? То есть, это говорит о том, что ваши отношения в целом не зрелые. Вы не слышите друг друга. Что важно ему, что важно вам. Расстались на месяц, но потом опять сошлись. Родители об этом не знали. То есть, что здесь происходит? С одной стороны, не совсем ясно, как вы обратились к конфликтам. То есть, ну, было принято какое-то решение, вы поговорили, что-то выяснили или нет. С другой стороны, здесь уже очевидно, что родители вам мешают и навоздают. Сами по себе вы сошлись. Правда, какая мотивация соединить лично вам? Прожили еще год вместе и поженились. Снова, здесь не ясна, субъективная сторона. Что для вас означает женитьба? Что для него? Мои родители постоянно предлагали нам расширить, закупить совместное жилье, но его родители категорически деньги не давали, а у него своих не было. Опять же, не кажется ли вам, что родителей очень много? Это первое. Второе, как вы относитесь к тому, что у мужчины нет своих денег? Дальше. Все время был разговор, что если один раз выгнала, то выгнете второй. Это правда. То есть, статистически, это действительно так. Но, есть нюансы. Есть нюансы. А именно. Вот, какие нюансы? Давайте посмотрим. Как сама пара решает этот вопрос? Пусть у него будет запасной аэродром в виде собственной квартиры. Имеет смысл. Опять же, для доверительных отношений нет никаких проблем с этим. Есть люди уверенные в себе, нет никаких проблем с этим. Конфликтов было много. Меня это обижало еще сильнее. Что именно? Конфликтов из-за чего? Понимаете ли вы механизм обиды? То есть, вы говорите, что меня это обижало. Это хорошо, что вы это говорите. Что вас это обижало. Но, то, что вас это обижало, является вашей проблемой. Обида это проблема того, кто обижается. И вам нужно поработаться с ней, с этой обидой. Обида это ваш способ, такой проективный способ. То есть, способ через перенос на другого обратиться со своими желаниями и потребностями. Мама все же считала и считает, что использует меня только ради квартиры. Причем здесь мама? Ну, при чем здесь мама? Мама может дать все что угодно. Например, если бы вы были, допустим, лезвиянкой, то мама бы считала, что вы вообще что-то ужасное. Ну и что? Дальше. Через несколько лет у нас появился ребенок. Вот понимаете, как бы ребенок не появляется. Да? То есть, как бы ребенок, да, он может действительно появиться случайно, но на мой взгляд, на мой взгляд, к нему родители как бы готовы. Какое значение ребенок имеет для вас, какое значение ребенок имеет для мужа. Я об этом уже спрашивал. Через несколько лет у нас начиналось просто ребенок, временности рода были трудные, экстренно, кесаревая, чуть оба не погибли. Я вам, я вам сочувствую. И я могу сказать, что и для вас, и для вашего мужа это травма. Которе нужно работать. Дальше декрет. Никто особо не помогал. А почему вы считаете, что должны помогать? Кроме моих родителей. Почему вы считаете, что должны помогать? А для вас это новость, неожиданность, что никто не помогал? Понимаете, то есть нет ощущения, что вы с мужем своим создаете такое устойчивое образование, где бы вы могли родить ребенка и воспитывать его. Должны не как-то вопрос, зачем вам ребенок. Или вы выстраиваете отношения с мужем как бы в тандеме, в скажем так, в соединении, в симбиозе со своими родителями. Опять встал квартирный вопрос, пора расширяться, но опять получен категоричный отказ. У кого встал вопрос, у кого получен отказ. При этом мы же появили свои наследные деньги, но он их на свое усмотрение вложил в покупку нового дома для отца. Родители разошли. Ну, опять же, если человек поступает как-то, да, человек поступает как-то, к этому можно по-разному относиться на самом деле и вы имеете на это полное право. Вы имеете полное право относиться к этому так, так, как вам хочется, так, как вам кажется и так далее. Дело здесь немножко в другом. Дело здесь в том, что другой человек вправе поступать так, как он хочет поступать, потому что это его деньги. Я повторюсь, вы можете к этому относиться, ответственно. по-своему. Но за это отношение у вас будет ответственно. Дальше. Мне сказали, что я должна подписать бумаги о том, что не претендую на его имущество. я подписал. Ну, не совсем понятно, кто сказал и субъективная сторона того, что вы подписали. То есть, насколько вы подписывали, потому что хотели. Насколько вы были свободны в этом. С этого момента конфликты усилились. Опять же, конфликты не усиливаются просто так. У вас есть вклад в этот самый конфликт. То есть, вы являетесь одним из участников конфликта. И вы вносите вклад в него. Так, какой ваш вклад в конфликт? Вот вы подписываете то, что вам говорят, а потом конфликтуете. Я уже не могла удержаться в высказываниях приказа малейшей ссоры. Но складывается ощущение, что на вас что-то давит. Складывается ощущение, что вас переполняют чувства. Складывается ощущение, что вас переполняют эмоции. При том, что вы даже уже как бы считаете, что имеете право на ссору. конфликт. То есть не на высказывание своих чувств, не на точно быть свободны, а на ссору, конфликт. Интимность зашел на нет, неоперативны были даже его прикосновения. А почему? Потому происходит регулярное нарушение ваших личных границ. И можно сказать, что вот мужчина, абьюзер, родители, там и так далее, но ваши личные границы это ваша ответственность, ваша. Никто не будет с ними считаться, пока вы о них не заявите самостоятельно. Мне было все равно уйдет он для сенсы моей квартиры. Что означает, что ваши чувства к нему ушли? Он говорит, что любит меня, ребенка, и чтоб я его не выгонял. Ну, хорошо. Хорошо. Это одна часть ваших отношений. Он говорит, что любит вас, ребенка, и не хочет, чтобы вы его выгоняли. Хорошо. Но помимо этого, то что еще есть? Просто по тексту складывается ощущение, что вы только делаете, что говорите про квартиру, про родителей, про ребенку, и все. Я при всем при этом работаю на двух работах, содержу себя сама. Ну, вот, продактальным образом, люди, которые взваливают на себя очень много, или люди, которые взваливают на себя достаточно много, да, они очень нечувствительны к своим личным границам. Они не чувствуют того, что устали и так далее. У них есть вот эта вынужденность. Вынужденность жить просто. Потому что сначала я вынужден, ибо мне кто-то сказал сделать что-то. А потом, потом, я имею право что-то высказать и так далее. Он тоже работает на двух работах, дает деньги на ребенка и ведение хозяйства. Ну, вот, смущает то, что вы говорите дает деньги на ребенка, потому что, не знаю, есть ощущение, что это обязанность, есть ощущение, что это принуждение какое-то. Что-то пытаются отложить, но я не уверен, что эти деньги опять не пойдут в сторону папы. Ну, окей, вы не уверены. Я могу вас понять. Вы тревожитесь по поводу чего. Последнее усугубление произошло, когда моя мама приехала к нам жить по определенным обстоятельствам, плюс серьезно заболел ребенок. Ммм. Вы обстоятельства не раскрываете, конечно, но не должны родители жить со взрослыми. Я была и есть полностью погружена в ребенка, мама на себя полностью хозяйка. Я бы сказал, что здесь вы противоречите несколько себе, потому что вы пишете, что работаете на двух работах. Вот. Это ваши слова, что вы работаете на двух работах. Но при этом вы говорите, что погружена в ребенок. То есть первый вопрос. Как это вы работаете на двух работах и при этом вы погружены в ребенка? Да, то есть при таком раскладе получается, что времени на себя у вас совсем не остается. Это очень нехорошо. Это первый момент. Второй момент. А для чего быть погружены полностью в ребенка? То есть есть ощущение, что вы в ребенке растворяетесь. То есть есть ощущение, что происходит нечто иное, как слияние. Ребенку три года это уже не то время, когда слияние имеет место быть. Вам наоборот, нужно отдаляться от ребенка, отделяться от него. Так, мама взяла полностью на себя хозяйство. То есть по сути у мужчины теперь получается два женщины. Конечно, она начала наводить свои порадки с благами намеренно, но она не может этого делать. Она не может этого делать. И то, что мужу не понравилось, это нормально, потому что это его дом, не ваша мама. Между ними началась руганька, кто хозяин в этой квартире. Потому что вы позволили маме переехать. По документам квартира моя и мама после смерти бабы. Все тянут меня на свою сторону, мама опять говорит, что меня просто использует. Может быть. Но это ваша же площадь. И раз ваш муж живет на ней, то и его. А вы зачем-то говорите по документам. Понимаете? То есть есть проблема в том, что муж действительно не чувствует себя хозяином. Дело не в том, использует он вас или нет. Дело в том, что люди считают, что могут тянуть вас в разные стороны. И это не просто так. Это связано с тем, что у вас опять же слабые личные границы. В итоге, когда мама в жирный раз попрекнула квартиры мужа, дошло между ними почти до брака. Муж ушел. Сейчас я понимаю, что так жить больше нельзя. С одной стороны чувствует мало права, с другой понимает, что муж меня любит. Сейчас муж предлагает уйти на съемное жилье, но мне не особо хочется, так как все построено под особенностью ребенку. Смотрите, я думаю, обратите причем внимание, обратите на то, что тот факт, что мама живет с вами, вас абсолютно не смущает. При том, что мама попрекает вашего мужа, вас абсолютно не смущает. Вы говорите, что она права. То есть, есть ощущение, что вы очень сильно прислушиваетесь к маме и не думаете своей головой и своими ценностями, и своими чувствами. Не бывает идеальных отношений и не бывает идеальных людей. Но когда вы слышите кого-то, вы уже не живете своей жизнью. Это происходит с вами. Вы не живете сейчас своей жизнью. Мама больше не намерена его пускать в эту квартиру. Она не имеет права его не пускать, потому что он ваш муж. И он отец ребенка. Она не имеет права это делать. Но вот она не имеет права сшить вашу квартиру. Я окончательно запуталась. Посмотрите, пожалуйста, со стороны есть ли смысл продолжать эти отношения. Но вы понимаете, что муж вас любит. А любите ли вы? Вот в чем вопрос. Не живу ли я с мужем абьюзером? Это не так важно, Ольга. вам нужно себе разобраться. Вам нужно с собой заняться. А потом уже будет видно. Таким образом, я думаю, что над теми проблемами, которые я описал, необходимо работать. Это регулярная терапия, регулярная консультация, Ольга. обращайтесь, начинаете работать. Постепенно, постепенно вы сможете научиться жить своей жизнью. И тогда вы увидите, как вы хотите, что вы хотите. И так далее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на работу. Удачи вам!